А делали? Стряпок. С бумаги, с тряпок. Куклы с тряпок делали. У меня дома, даже мои дети еще играли этой куклой. У нас, например, была бандарня там, где колхозный двор был. И там делали кадушки, вот эти пререзы, бочки для соления. И там была тоненькая стружка. И вот я в школу прийду, мне учителя Ашура, ну, пиды возьми стружок, наберу стружок, у луковина красым их. Потом скампия у нас дерева так и было в лесу. Да и сейчас она растет. Все ведет красиво. И эти стружки покрасим. Делали такие зацепочки, так вот делали, склеивали. Все. А можете, может быть, что-то там в голове всплывет, если у вас вот с те времена вашего детства, какие-то, может быть, такая история, из-за которой все смеялись, что-то произошло такое веселое вот именно в станице. Может быть, что-то, какое-то событие с кем-то связано. Не помните ничего такого? Так нет. О чем-то говорили, может быть. Нет, у нас было это заведено. Если где свадьба, значит, все малолетки под окном и ждут, когда там нам что-нибудь выйдет. Обязательно надо глазеть, как там невесту одевают, как ее там гуляют, эту свадьбу. Это толпа у каждого окна была. Часто свадьбы были? Конечно. Ну, тогда, видишь, свадьбы гуляли, вот говорят, в загвине. Уже свадьбы нельзя гулять. Да, пост, все, строго было. Я, например, замуж выходной, когда разрейсировалась, 2 марта. А свадьбу гуляли первого мая, потому что нельзя было вроде... Ну, то есть, религиозные люди были, да? Ну, конечно. Ну, мы не оцерквленные. Мы в душе с Богом. А вот кто ходил, там, обывали поклони, такое творили, что, не дай Бог. Ну, у нас мама вот говорит, что меня спас только Бог. Она знала живые помощи. И вот, говорит, выстроит вот так, шеренги люди. Идет, говорит, немец, молча, он только пальцем показывает, а те полица и хватает, и набивает душообку. Двенадцать... За полтора месяца их, в январе месяце выгоняли двенадцать раз. Босиком однороба и босиком нам рос. На ихних глазах расстреливали партизан, которые... И все, все казни, все обязательно всех выгоняли, чтобы все смотрели. Откажешь... Что ты уже рассказываешь? Да, ну, тоже мама говорит, одна доча предала своих отца, дядю, брата, сестру, разве... Ну, ячейку партизан. Вот. И пришла, а другую, прикинули ее вот так, тут, как кусок мяса. Всю избитую, всю и спрашивают у нее, тебя били немцы, она чепчет, нет, русские. Это все делали полицаи. Немцы сами, ничего, там, может, где, но туда, говорит, все только полицаи делали. Наводящие были. А вот, ну, понятно, что храмов не было, но... У нас церковь большая была. У нас церковь. Да, а потом клуб. А потом клуб сделали свои, да. Но на том же месте и построили это, то сейчас... Ну, на том, да. Ну, да, чуть-чуть. Вот именно фундамент не на том месте стоит. А родители дома соблюдали, да? Конечно. Обязательно. Все праздники, все-все-все. А вот ты вспоминаешь, какие события были. Вот с этим домом были события тоже одни. Когда война кончилась, у нас один был зигун, фамилия, он был как дезертир, скрывался в лесу. И его долго-долго ловили. Потому что милиционера одного он убил. До 53-го года. Да. Убил милиционера одного. Его председатель у нас был, Мандаренко. Каже, в убинку поехали. А там были табачные сараи. И наверху, на горящие, были гавенки назывались. Шнури табак не взяли, потом взяли в гавенки такие большие. И подвешивали их. И каже, я только туда, на тот. А он говорит, жить хочешь? А он заховался там. И вот это он спасся. А присылали сюда бригады, молодые милиционеры, хлопцы. Видно, курсанты или что. И поселили именно в этом доме, в Нины. Ну, а мы же были уже в седьмой класс, кодили. Уже барышни были. Мы из девяти, наверное, в школу пошли. Ну, школа была. Война в 45-м. В 47-м она только открылась. Ну да. Потому что мы переростки были. И пошли все. И большие, и маленькие. И семь, и восемь, и девять, и десять. Даже учились все с первого. И как узнали, что в Нины тут хлопцы. Милиционеры в форме, да все. И мы, девчата, приходили сюда гулять. Они нам давали стрелять. Тут вот этот сейчас, где магазин, тут была большая гора. Мы тут и в мяч гуляли, и катались на санках зимой. И вот они из пистолетов нам давали стрелять. А наши азовские хлопцы, ну, бачу, что мы. Больше с этими дружим. И танцевали они больше. Вальсы, фокстроты, все наши. Там то Польки, то Краковьяк, то Ночки. И что мы нашим. А эти уже таки танцевали. И пришли до Нины. Вони, я не знаю, или в комнате были. Мы поросходились домой. А они сняли в нее калитку. И закрыли дымарь. Ага. Вот на тому. Тетя Маруся подпалила пічку, а дым не идет. У полна хата дыма. Ну, что же, начали. Дрожитство все делалось. Ну, это подрожитство наше делалось, как медицинеры были. Да, и подрожитство тоже творили. Да. Так что мы это знаем, что. Ходят, наколядуют, намеланкуют по всей станице. А они так заходят, что на улице сгребают. И помню вашу край станицы. Бабушка утром не могла открыть двери. А они что набрали? Ведра, кастрюли, черепки. И завалили ей полностью двери этим. Ну, шухарили. Ну, пошухарили, ребятки. Вы сказали, милан. Клядователи Миланка. Миланка. Ну, там и наряжали Миланку. Миланку водили на Новый год, под Новый год. А клядовали на рожиство. То клядки, а миланку под старый Новый год наряжали. Какой приходили? Наряжали, выбирали там девушку, наряжали, веночки, все. Ходили по дворам. Пустите клядку, миланкувать. Начали спрятать. Подожди, я дорожка. Пустите миланкувать, пускают нас. Ну, они там, что нам дают, там, ну, че там, после, особенно после войны, что там кто. Пряники пыкли из меда, из тростникового. Да, или какого-нибудь калачика, че-нибудь там такое. И ходили по всей станице. И вот эту миланку пели, да? Да, да. Ну, спой хоть купли. Миланка ходила, Миланка ходила, Василька просила, Василько, мій батько, пусти мене в хату. Я жито не жала, я золотый крес держала, золотою кодильницу. Кодите, все люди, вот вам Господь буде. Добрый вечер. Добрый вечер. А хозяевам на здоровье. Не, шо-то, як іще шо. А нам калач дайте. Богу свечку ставте, а нам калач дайте. Да, уже забываем. Ну, правда, что там у Збитки бабушка, она говорила, что такое, как бабушка ей говорила, что если миланку перестанут пить, то это все конец света. Не знаю, нам для такого даже никто не говорил, не слышали, не слышали. Ну, а это сейчас. А и мы, и наши дети, наши дети еще козу наряжали, мы ланку наряжали, ходили по станице. Вот к ней тут Зоя у нас была, эта козочка там. А они эту ходили, поздравляли. А им там раньше шо ж было, а потом шо уже взросле, а бутылочка сама, в чатушке сапогоночки там, еще че-либо дадуть. Это было закон. Моя дочка тоже участвовала всегда, там сама старша. Она с Зою одноклассницей на месяц Зоя старша за нее. Нет, Татьяна. Татьяна. А куда уехали, да знаешь, Боря, Вика? Они еще пока не уехали. Они хотят на Филиппины, но пока что еще не уехали, потому что закрыта граница. Сейчас уже, я так понимаю, никто обряд не делает, да? Вот именно традиционно уже. Нет, ну вот малышей в прошлом году уже не было. А то, ну сейчас же шо? Ну они совсем, и эти припевки. Ну, шедеревочка шедровала, вот это такое. Ага. И обязательно уже тот, ни конфеты, ничего, да, я только денежку. И могут дам, я когда-то запомнил дам. Они пошли, еще двух взяли, и опять к другим заходам заходят. Потом сюда-туда и третьим заходам заходят. Боя свидания следовала. Мы разошлись с тобой, будем теперь рассказать им до самого вечера. Да, в принципе, мы все спросили, что сказали. Спасибо вам огромное. Очень счастливая рассказчика. Да, я не рассказала за своего деда, казака, тоже, что ту лошадь не могли вывезти с двора. И его звали колдуном, вот что, не знаю, что. А когда тут этих всех арестовали, сколько их человек, 18, наверное, у нас расстреляли на то. Да, возле фермы. И вот деда забрали. И вот этот, который их забирал, военкома или откуда, где-то вот довел их до середины. Говорит, ну я в этом человеке врага народа не вижу. И отпустил деда. Всех россиян, а его отпустил. Это во время оккупации, да? Да. Не, не, не. Нет, это уже путь. Уже наши, да? Да, да, это уже после, когда... Когда разбираться начали. Да. Так это еще гражданская война. Да, да, да. Это еще гражданская. Да, да, гражданская. Это еще до войны, деда. Нет, до гражданской войны. Конечно, во время. Не это. В этой войне уже деда не было. Они умерли уже все. Это гражданская. А вот можно я спрошу про Собербаш? Я слышала, что на Собербаш казаки как раз таких отделе литургию служили. Вы про такое слышали? Было в каком году нас возили туда? Лет пять назад. Ой, конечно. Кто ж хотел? Выкупили землю там. Хотели строить там что-то. Какие-то лагеря, я не знаю, что-то. Ну, в общем, связано с культурой все было. А потом что-то оно разошлось. И там посвятили камень. Нас всю тополыну возили туда. Там у нас фотографии есть. Стол накрывали. Еще мы первый раз этот шведский стол. А мы думаем, что за шведский стол? Наверное, там будет еда шведская. А там же стоя стоят. А то мы первый раз были на шведском столе там. И камень посвятили. Той батюшка был там. И там же вам рассказывали, что во время войны разбился самолет. Вот. И вот мы ходили там памятник и сделали им. Мы там садили цветы и все. Мы сколько раз езд бы ухаживали за ним, а то тогда все. А еще это... Да, 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 там запчасти с самолетом. А еще это в 1957 году, по-моему, году у меня еще. К нам приезжали геологи. Вот они делали по всех лесах какие-то там замеры, и за Сибирбаш они сказали, это затухший вулкан. Там, говорит, есть алмазы и то, и то. Но трогать нельзя, тронете, он начнет работать. Вот это был запрет. Это у нас на квартире эти двое, Эдик и Елизавета, муж и жена были. Вот. И меня даже с собой брали. Я была и на том, как она называется, туда аж до Новороссийского гора тянется. Тут Дербий. И на Сибирбаш и Папай. Вот такие. Везде они меня водили. У них еще мальчишка был, мол, ровесник. И вот он и меня вместе с ним. А на Папае же тоже какие-то кутора были там. Ну, там жили, там. А наши вот... А греки жили или русские? Сначала греки, да. А потом... Ну, а наши сейчас все время дружат и ходят там в поселок, где раньше Лепрозорий был. А, новый. Новый поселок там, да. И вот там живая семья одна. И он занимается тоже, вот как вот эта Вика, выкупил там старый сарай. Теперь, сделав там хороший музей, и теперь принимают там они, как этих... То есть... Ну, все приезжают отдыхать, отдыхающие. Наши ребята очень дружат с ним. Это в Новом? Или там чуть дальше есть Сосновая щель? Не-не-не, не Сосновая щель. Я забыла, как же ее называть. В Новом там психиатрической больнице? Да, да. Там сейчас поселок Новый. А это... А там следом последний это Сосновый. И как же ее называть? Забыла. Ну, я в этом... Забыла. В этом кроме все было... Да, да, да. Вон и наше все время ходят туда. Вот сейчас у меня внук баню построил и там ходят туда. У них какие-то такие домики круглые. Да, 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 да. Там далеко. Видела. Это между ними, между Сосновым и Новым. Так, поселенько. Вот Новый и Сосновая щель дальше в конце. Все там, дорога заканчивается. Та забыла же... И прямо между ними она там стоит. Я не была ни разу туда, там, ну, красивое место, говорят, да. И ездят туда все. Ну, пошли. Ясно. Спасибо. Наговорили вам кучу. Вспомните еще, что звоните, говорите. Я говорю, говорят, вот когда пришли, советские солдаты бедные были, холодные, раздетые. И мама накормила их, тоже делали называть, типа баланды. И все, они, вот именно, они неделю в Азовке пробыли. Ну, неделю. И пошли, вот, иду. И они, в знак благодарности, маме дали большую палатку. Ваш палатка. Вот у меня все так в палатпочатках. Форма была, портфель был. Обеспечили всем. Да. Вот, потому что ничего не было. А было такое? Голодовики сегодня не было? Ушли. Я не буду поделиться погать. Было, было. В 47-м, наверное, да? Да, было. В 47-м тут такая голодовка была, что мы благодаря лесу и висе ели, и взылили. Да, грибы не знали, а вот это, туати, там, груши, дикорослые, оно тут все принималось, а мы ходили, собирали, сдавали, или зеленую лычу, помню, подружка моя, нарвем, и пешком в Северскую, раньше, морщ без зеленой лычи не варились. Вместо кислоты томата не было, вот, вот это заварили, распротерли это, и на этом кислой лычи варили борщ. И мы вот она берем, отнесем, продадим, оттуда что-нибудь домой привезли. Ходили малину собирали, сдавали, кизил сдавали. Но грибы не знали, да? Грибы нет, грибы только почерыцы назывались. Грибы не знали. Нет, у нас, я знаю, знают, не почерыцы. А мой муж, послание небесное, говорит, у нас бригада была, парники. Говорит, а вот такие вот, эти почерыцы, грушинки. А мы, говорит, верхом на палочках фрицы вырубали. Никто не знал, что их можно есть. Голодали, вообще есть, говорит, нечего было. А я-то тут туда, он увидел, я принесла с лесом. А это же тортовичок. Да это же самое вкусное, и самое, которое... Ну и, как интересно, это же не знал. Спасибо. Спасибо. Спасибо.